Взрыв 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 Все, мы начинаем Убираемся Попытаемся обоим А закончим тоже вовремя в 12-30 Меня зовут Егор, имелия Пухаенко Я немного волнуюсь перед наступлением, такой аудитории еще не выступал Обычно я в серии IT работаю Обычно баланс в сторону мужского А сегодня у нас Баланс в сторону женского Попробуем, я буду рассказывать о менеджменте И даже скорее не о менеджменте А о перспективах развития личности Как мне кажется В современном бизнесе Я буду говорить из своего собственного опыта Посмотрим полезный опыт, кажется вам Разделю доклад, я напросился выступить Мне очень интересно было перед студентами выступить Я в основном выступаю более взрослыми людьми Которые уже работают Которые за 25 Я так понимаю вам около 20 или меньше Если больше Поэтому мне очень интересно вам рассказать И очень интересны ваши вопросы Поэтому я напросил Разделим доклад на 3 части Сначала я расскажу немного свою историю Это будет коротко Может быть чем-то вас удивлю Может быть наоборот вас разочарую Во второй части я расскажу О четырех Четырех факторах успеха Как мне кажется Которые сейчас важны для А давайте те кто сзади сядет вот сюда Чтобы не стоять За два часа вам будет скучно И вы уйдете Проходите И можно на пол И Это во второй части А в третьей части я надеюсь на ваши вопросы Вы просто готовьте Спрашивайте Я думаю, что вопросов должно быть много И вопросов будет самая интересная часть Вот так обычно происходит Я это все снимаю Это все будет на YouTube Уже сегодня вечером Если вам прекратить снимать Скажите мне пожалуйста Да? Ну поехали Итак, первая часть Я о том, что сегодня буду говорить Я говорил о двух выступлениях Одно было в конференции в Ринге Было несколько месяцев назад Одно было три месяца назад И на Java конференции Я рассказывал для IT-шников Я это все немножко скомпоновал И расскажу вам сегодня Немножко новый контент Мне кажется С нового такого Нового ракуса Первая часть Обо мне Я закончил ДГУ Я учился в университете Часто ДНУ Тогда это был ДГУ Я закончил его Я сам посчитал Вчера 20 лет назад 19 Можете почитать Сколько мне лет Я Я учился на радиофизии Это соседний корпус Я сам компьютерщик Учился на радиофизическом Потом я учился в аспирантуре И я, к сожалению, не закончил Стал заниматься бизнесом И с бизнесом У меня было несколько интересных проектов У меня была аутсорсинговая компания Что такое аутсорсинг Знаете? Разработка софта Для иностранных заказчиков Аутсорсинговая компания В Днепропетровске Одна из первых компаний Она была здесь Это было очень давно В 2000 году она была создана 17 лет назад Достаточно успешно Проект Ему было около 6 лет Или 7 лет Занимались Разрабатывали Дорабатывали деньги Потом я эмигрировал Я работал в Европе Я жил в Европе Около 13 лет назад И уехал из Украины Я жил в Амстердаме Несколько лет Я жил в Калифорнии Около 5 лет Я жил в Москве Я жил несколько лет То есть я из Украины эмигрировал И, в общем-то, работал с иностранными заказчиками Долгое время Следующий мой проект Это была компания Я вообще из IT Весь все что я делал Это было в области IT Это была компания Которая разрабатывала Софт уже будучи там За границей Мы писали софт В распределенных командах Это тоже было программирование Но мы собирали команды Из программистов Не сидящих в одном офисе То есть мы отказались От традиционных офисов И стали собирать Такие распределенные команды В которых программисты Работают из разных точек мира Мы их собираем Мы их управляем Мы делаем менеджмент Ну и это было достаточно интересно Достаточно успешно И текущий мой проект Проект с которым я работаю Тоже калифорнийский такой стартап Это инструментарий Для менеджмента Вот этих распределенных команд Это кому будет интересно Позже это рассказать Не суть важна Но это интересный проект В который я инвестировал Семь последних лет жизни И в нем идея такая Чтобы изменить И улучшить Методы управления людьми В IT-шных софтверных проектах И кроме того я еще и блогер Я три года назад Завел блог И оказалось что это достаточно интересно Я веду блог Я пишу Он у меня достаточно популярный Я еще написал несколько книг За последние несколько лет И блог достаточно успешный У меня больше 60 тысяч посещений Каждый месяц Каждый месяц Это входит в людей На английском языке Я пишу для аэтичников Для менеджеров Меня читают И мне это интересно Оказалось что это тоже может быть Каким-то бизнесом Потому что он тоже Оказалось может приносить деньги Вот это то чем я занимаюсь У меня многое не получилось В моей карьере За мои последние 20 лет Многое Очень многое Начинали Не получалось Стартовали бизнесы Не получалось Хотели много денег Получалось мало денег Что-то получилось Но многое не получилось Почему не получилось Я точно не знаю Я не могу на этот вопрос найти ответы Хотя я его часто ищу Но мы попробуем вместе Сегодня На какой-то из этих Каким должен На этот вопрос найти ответы Я покажу эти 4 факта успеха Успеха Которые я думаю Важны для каждого А потом мы сравним Вы сравните с собой Со своим будущим А я сравним со своим прошлым Вы подумайте о том Что вас ждет в следующие 20 лет А я подумаю о том Что у меня было за 20 лет Почему у меня не получилось И почему у многих из вас Многое не получится Вы сейчас Учите студенты Пройдет 20 лет Вы тоже оглянетесь назад И увидите что у вас Большинство ваших начинаний Не получится У большинства из вас Кто-то из вас Мы не знаем кто Может быть окажется Станет миллионером Но большинство из вас С миллионерами не станут У вас будет разочарование Поражение Провалы Так будет На такой позитивной носке Мы начнем Да Так будет Вы к этому должны быть готовы Я к этому был не готов Возможно это тоже была моя ошибка Я думал что все будет радужно Все будет прекрасно И впереди так много лет И можно много успехов У вас уже много лет Но у вас будет поражений Будет больше чем победы К сожалению Может быть К сожалению Может быть Часть Вот это первая часть Переходим по второй части К четырем факторам успеха Я думаю что Современный мир Сильно отличается от мира Который был 20 лет назад Я не люблю Сильно отличается То как работали мы 20 лет назад И то как работают люди сейчас Совершенно Есть несколько Моментов В которых эти различия Очень серьезные И наверное Они усилятся Я так думаю Прогнозировать тяжело Но я думаю они усилятся Вот Четыре момента Я отмечу Которые поменялись И из этих четырех изменений Которые произошли Сделаю четыре вывода О том какие мы должны быть Что мы должны изменить Для того чтобы Работать не так как вчера А работать так как от нас требует будущее Первый пункт Я думаю что Одним из самых важных изменений Стал интернет 20 лет назад его не было Когда я начинал делать бизнес Интернета фактически Практически не было Были какие-то Небольшие сайты Были какие-то Имейлы Но это все было в очень Зачаточном состоянии Фактически интернета не было И поэтому у нас была серьезная Блокада территориальная То есть я находясь в Украине Или находясь Человек в Барселоне Мы практически Не имели возможности Связаться друг с другом Мы не имели возможности Вести бизнес друг с другом Были локальные рынки Интернет Который сейчас Для вас уже является Таким же обычным явлением Как телефон Для меня Когда я начинал Позволяет Уничтожает Эти границы Он превращает Локальные рынки Вернее комбинацию Локальных рынков В один-один большой Глобальный рынок Из локального Переходим в глобальный Информационный Это Сильно влияет На 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 то Как мы должны Делать бизнес Я думаю Первым главным Качеством Современного Успешного Человека Является Космополитизм Что такое Космополитизм Знаете Да Я объясню Как Википедия Это говорит Космополитизм Это Как говорит Википедия Космополитизм Это Противоположность Наверное Национализму Наверное Или Патриотизму Наверное Патриотизм Не совсем Противоположность Космополитизм Успешный человек Космополитизм Космополитизм Который понимает Что перед ним Открыт глобальный рынок Он не ограничивает себя Локальным рынком Что это практически значит Для нас Для бизнесменов Или специалистов Которыми вы будете Я думаю В первую очередь Английский язык Я думаю Английский язык является более важным Скилом Более важным the most important quality you can possess right now Comparя to all other quality you may have То есть английский язык важнее, чем любые другие качества, которые вы можете иметь в современном приложении. Он идет перед вашими профессиональными качествами. Поэтому если вы его не знаете, если вы его игнорируете, если вы вместо него учите украинский или русский, то у вас будут проблемы. Необходимо изучать, использовать английский язык как свой, грубо говоря, как свой родной. Потому что вам придется работать, если вы хотите быть успешными, вам придется работать с клиентами всего мира. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес был успешным. Стартуя бизнес, начиная какую-то карьеру эксперта, специалиста, менеджера, экономиста, все время думайте о том, к какому рынку вы будете приложены, на каком рынке вы будете работать. Если вас берут на работу в компанию, которая локальная, которая только украинская и только Днепропетровская, то у вас, скорее всего, будут проблемы дальше в карьере. Вы будете иметь дело с очень маленькой территорией, на которой меньше денег, на которой меньше клиентов, на которой меньше потенциал. Вам нужно всегда находить то место, где вашей территорией, на которой вы работаете, клиентурой или вашими партнерами является весь мир. Поэтому находите международные компании, их сейчас становится все больше и больше, они в том числе приходят на Украину. Ищите места для работы в международных компаниях, где английский язык является рабочим языком коммуникации с окружающим миром и с клиентами. Если вы стартуете бизнес, если вы начинаете свой проект, если вы делаете какой-то, я не знаю, митап, какое-то, допустим, событие, какую-то встречу, какую-то конференцию организуете, какую-то организуете общественную деятельность, то тоже всегда ориентируйтесь на деятельность, которую увидит весь мир. Не локализуйте себя. Не локализуйте себя территорией одной страны или одного города. Я не говорю о том, что я против украинской экономики или против украинского бизнеса. Я бы то же самое сказал, будучи в Испании или в Колумбии. Я бы то же самое сказал испанцу. Не работай в Барселоне. Одна твоя маленькая Барселона не даст раскрыться твоему потенциалу, так как вы можете раскрыть этот потенциал во всем мире. Вот и все. Интернет дает вам эту возможность. Общайтесь с людьми, которые находятся за границей. Общайтесь, здесь девочки, немножко мальчиков, встречайтесь и общайтесь с мальчиками за границей. Встречайтесь и общайтесь с девочками за границей. Дружите с людьми, которые на Фейсбуке находятся. Не только друзья, у которых место рождения и место жительства Днепропетровск. Смотрите людей, которые за границей тоже. Пишите, разговаривайте с ними, используйте английский язык. Сейчас он у вас, допустим, не рабочий, не у всех, он у вас дается с трудом. Используйте его в коммуникациях, в бытовых коммуникациях с людьми. расширяйте территорию общения до всего мира. Не локализуйте. Если вы будете локальны, вы проиграете. Как практический английский язык? Там практический совет. Как английский язык довести до уровня... Я его не учил особо профессионально, я его учил, как я это делаю. Я просто делаю так, что поток информации, которая ко мне приходит, которую я получаю ежедневно, он в основном на английском языке. Я смотрю фильмы без переговора, стараюсь. Вышел какой-то новый фильм, я иду не в кинотеатр, где он идет на украинском языке, а там в дубляже. А я его там скачиваю, ворую, не знаю, как, покупаю, может, иногда. Но на английском языке. Иногда с субтитрами, если непонятный английский язык. Делайте то же самое. Смотрите фильмы на английском языке с субтитрами, вас это будет развивать. Новости. Вы можете смотреть новости на корреспондент.нет или на украинском портале, а можете смотреть bbc.com. Смотрите новости... Или Евроньюз. Вы можете смотреть Евроньюз на русском языке, а вы можете смотреть Евроньюз на английском языке. Можете и на украинском. Смотрите на английском языке. Пускай это вам будет сначала труднее, вам будет тяжело, вы будете не понимать, но у вас начнет этот язык ложиться в ваши мозги. Книги и учебники по английскому языку толку не дадут. Не имеет смысла ходить на курсы английского языка, на мой взгляд. Не имеет смысла учиться в группах каких-то. На мой взгляд, это неэффективно. Я это все пробовал, проходил, это толку не дает. Потому что этот язык мертвый в основном. Тот язык, который вам дают преподаватели в группах, организованных локально, на территории украинской, на территории русскоговорящей, они не дают того качественного языка, живого языка английского, который вы услышите в фильме, в кино, в новостях или прочитаете в книге. Поэтому ищите источников живого языка, разговаривайте с человеком через Facebook, познакомьтесь с парнем или девушкой, которая живет в Лос-Анджелесе и общайтесь с ним через Facebook. Это будет живой, реальный английский язык. Книги. То же самое. Книгу можно прочитать в переводе. Я техническую литературу в основном читаю, поэтому часто говорю с программистами и им советуют. Программистская литература вообще практически вся на английском языке. А потом ее переводят на русский. На мой взгляд, это ошелье. На мой взгляд, переводить книгу с английского на русский, чтобы потом таким образом убивать ключевой инструмент, убирать у нас этот английский язык, делать его невозможным для изучения. Это крайне нехорошо для человека. Поэтому, покупая книгу, старайтесь купить ее в оригинальном, на том языке, на котором он написан. Конечно, если это немецкий или французский, да, приходится перевод, но если книги на английском, читаем на английском. Новости, я уже сказал, сайты. Когда тоже мы открываем сайты, старайтесь пользоваться теми сайты в интернете, которые на английском языке англоизвестны. Ну, вот это мой первый совет. Космополитизм. Потому что интернет открыл границы. Спасибо ему. Нам необходимо за ним успеть и бросать локальные привязанности, бросать наш национализм, патриотизм и все остальное и смотреть на вершины. Отбросить в сторону политику, отбросить в сторону любые наши привязанности к месту и смотреть широко. Вопросы готовьте. Пункт второй. Что меняется дальше? Как меняется мир? Я думаю, что второе изменение, которое мы наблюдаем, заключается в том, что люди стали, я это назвал, стала выше социальная динамика. Я не знаю, правильно это термин или нет, но под динамикой я имею ввиду скорость перемещения людей, смены территории. Я за последние 20 или 10 лет, последние сменил, там, только стран, 4 разные страны. И то же самое случится с вами. Пока вы студенты, вы живете здесь, у вас здесь родители, у вас здесь родственники, вы особо пока не можете спаковать чемодан и оказаться в Париже. Но пройдет 5, 6, 10 лет и вы увидите, как вы будете менять страны, города, территории, вы будете двигаться. И вы будете делать это интенсивнее, чем делали мы 20 лет назад или наши родители 40 лет назад. Вы будете постоянно менять место. А поэтому, раз вы будете менять место, я думаю, что отсюда вытекает, на мой взгляд, качество, которое вам будет необходимо для достижения успеха, это эгоизм, я его назвал. То есть вы должны, как я это понимаю, должны больше думать о себе и меньше думать о том, кто сейчас, в данный момент, находится рядом с вами. Может быть, это звучит немножко контр-интуитивно, может быть, вас учат немножко другому, книги и фильмы и литературу о том, что надо быть, надо делиться, надо отдавать, тогда получишь в обмен больше. Но практика, на мой взгляд, показывает, что все происходит совершенно с точностью до наоборот. Чем больше ты делишься, отдаешь, а потом ты спаковываешь чемодан и меняешь место, то те, кому ты отдавал, они просто исчезают из твоей жизни, и они даже не имеют возможности тебе вернуть так долго. Поэтому, отдавая им и создавая вокруг себя круг друзей, с которыми мы делимся, которые так важны для нас, мы в итоге тратим свою энергию, тратим свое время на то, что потом к нам даже технически не может вернуться, потому что эти друзья остались в Днепропетровске, а вы оказались в Лондоне. У вас там новые друзья, новый круг, и вам даже эти люди не могут ничего вернуть, то, что мы в них вложили. Поэтому, вкладывая, отдавая и тратя свои силы на окружающих, я думаю, что мы будем проигрывать, и чем дальше будет развитие идти, тем больше. Я написал статью на своем блоге год назад, полгода назад. Называется она 6 вещей, которые не нужно делать, чтобы ваша карьера развивалась. 16 вещей, которые не нужно делать, если вы хотите развиваться вверх по карьерной местности. Я их перечислю первые 5, остальные вы можете почитать на блоге. Первое, что я там сказал, это не будьте лояльны к своей компании. Тоже контр, можно сказать, интуитивный лозунг. Не будьте лояльны, понимаете, что это такое. Не будьте преданы той компании, в которой вы работаете. Не будьте преданы, не отдавайте туда больше, чем нужно. Наоборот, делайте так, чтобы... Брать больше от тебя. Да, берите больше, совершенно верно. Берите из компании, берите из той ситуации, берите из проекта больше, чем вы им отдаете. Даже вообще старайтесь не отдавать. Старайтесь, чтобы компания работала на вас, а не вы на компании. То есть традиционный подход такой, меня наняли, мне платят деньги, поэтому я должен полностью себя отдать, отдавать свое время, отдавать свои ресурсы. Совершенно неверно. Они должны работать на вас. Вы должны от них забирать, чтобы что-то чему-то научиться оттуда. К чему-то они должны какие-то курсы вам оплатить. Они должны дать вам те интересные инструменты и технологии, благодаря которым вы подниметесь выше. Думайте о своем резюме, о своем персональном профайле, который вы развиваете, а не о ней, а не о той компании, в которой вы работаете. И тогда в итоге вы принесете больше успеха этой компании, чем если бы вы полностью включали самоотдачу и включали альтруизм. Работайте в формате эгоизма. Будьте эгоистами в хорошем смысле слова. То есть думайте о пользе, которую приносит вам этот проект, вам приносит эта компания. Забирайте от нее. И тогда оба выиграют. И компания, и вы. Потому что вы будете становиться лучше, 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 а не отдавать, 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 только терять и терять. Второй пункт, который я указал в этой статье. Не работайте, а сделайте это вашим хобби. То есть вы должны ни одной минуты своей жизни, на мой взгляд, я не проработал. То есть я никогда не работал. Мне это было интересно. Это всегда было какое-то увлечение. То есть всегда, когда я сейчас перед вами выступаю, ну это как бы работа. Я это снимаю на видео, потом это пойдет на мой видеоблог, это будут смотреть. Это можно сказать, что это моя работа. Но я получаю удовольствие, я совершенно не работаю. Если вы мне сейчас платили за это, и говорили, ты приедешь туда, выступишь, мы тебе заплатим, мне бы это было значительно менее интересно делать. Для меня это хобби. Но больше в итоге денег я получу, именно потому что я делаю это своим хобби. То есть старайтесь, чтобы ваша работа, которую вы делаете, даже за деньги, даже на кого-то работаете, получать от этого удовольствие. Делайте так, чтобы это было хобби. Если это не ваше хобби, меняйте. Уходите, идите куда-то в другое место. Третий пункт. Ну я уже про это сказал. Не создавайте себе друзей. Так я вот вам сказал. Опять же, думайте, будьте больше эгоистами. Не создавайте друзей, не инвестируйте много в дружбу, так как она была важна 40 лет назад. 40-50 лет назад дружба была супер важна. Тогда говорили, не имей 100 рублей, имей 100 друзей, потому что люди были локальны, потому что рынки были локальны. Мы все сидели в одном месте, и мы выживали благодаря тому, что нам помогали вокруг нас люди. Сейчас ситуация меняется, мы двигаемся, мы глобальны, и люди меняются быстрее, чем мы можем это вспомнить. Я за последние 10 лет просто поменял много территорий, и поэтому друзья тоже сменились. И поэтому, вкладывая в них, вы будете... И второй пункт, который важный, что, как я сказал в самом начале выступления, большинство из тех, кто здесь присутствует, и большинство из ваших друзей, которые с вами, они окажутся лузеры в перспективе. Большинство из людей, из тех, кто вас окружает, ничего не добьются. Хорошо, если вы добьетесь, но большинство, кто будет вокруг вас, они ничего не добьются, они останутся на том же уровне, на котором они были 10 лет назад, через 10 лет они будут там же, через 20 лет они будут там же. И они будут тянуть вас вниз, потому что никому не хочется видеть рядом с собой успешного человека, который успешнее, чем я. Он растет, 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 а я остаюсь на том же месте. Естественно, будет желание вашего окружения делать так, чтобы вы были такими же, как они. И вас будут тянуть вниз. Чем больше у вас будет друзей вокруг, таких вот друзей, друзей, с которыми вы делитесь, много общаетесь, тратите на них время, тем дольше вы будете оставаться на их уровне. Вы будете все примерно на этот уровень. Тяжело очень представить компанию, это только в фильмах так бывает, когда там трое ребят работают по-прежнему инженерами, а один из них миллионер. Это чисто киношная ситуация. Невозможно представить, чтобы один стал миллионером, а остальные остались на другом уровне. Они его будут либо тащить, либо он перестанет с ними дружить. Поэтому не ориентируйтесь на построение долговременной дружбы, на мой взгляд. Это профессионально вам приносит... Если вы хотите дружить просто, и вашей целью не является, можете сделать такую оговорку. Может быть, не для всех и здесь важна карьера и важны профессиональные цели, и хочется стать миллионером. Может быть, это не так. Многие из вас скажут, нам это не интересно, мы хотим быть на том уровне, но хотим получать удовольствие от общения с людьми. Тогда окей. Тогда да. Но если вы здесь, я обращаюсь к тем, кто из этой аудитории, кто хочет быть в итоге стать миллионером, то есть я вам в этом не помогу, на мой взгляд. Следующий пункт. Не просите помощи и не предлагайте помощи. Опять же, интернет открыт. Я это часто говорю программистам, не знаю точно в вашей профессии и как будет, но сейчас помощь надо учиться брать из интернета и учиться помогать всему миру. То есть если вы помогаете кому-то индивидуально или от кого-то индивидуально ждете помощи, то вы тоже страдаете, вы себя ущемляете этим, потому что вы не умеете получать помощь из интернета. Вы не знаете, как, допустим, я не знаю, вам, например, нужно что-то узнать, что происходит там во Франции, что-нибудь во Франции сделать, получить какой-то там договор с этой Францией, ну что-нибудь сделать. И вы обращаетесь к своим местным, локальным людям, которые есть у вас. А есть ли у тебя, это часто очень бывает, а есть ли у тебя кто-нибудь во Франции, а знаешь ли ты кого-нибудь там, а давай найдем друга, который знает друга, который мне из этой Франции что-то сделает. В итоге вы сильно лимитируете себя теми связями, которые у вас есть. Вы, получается, можете только то, что могут ваши друзья. Друзей у вас, ну, какое-то определенное ограниченное количество. Учитесь находить контакты и строить связи, и получать результат через интернет. Он открыт. Он сейчас открытие, чем был 20 лет назад. 20 лет назад, действительно, мне, например, чтобы попасть в Америку, мне нужно было находить того, кто знает кого, кто знает кого, кто мне подскажет, как это сделать. Сейчас нужно уметь учиться пользоваться информацией в открытых источниках. Не работайте... Не полагайтесь на ваши связи, которые у вас есть. У вас их всегда будет ограниченное количество. Полагайтесь на открытые источники информации. И второе, помощь. Не оказывайте помощь каким-то индивидуальным людям, потому что таким образом вы помогаете всего лишь малому количеству того мира, который вас окружает. Если вы хотите кому-то помочь, если вы хотите, в принципе, помочь, и вам нравится помогать, сделайте какой-то открытый проект, в котором вы помогаете. Помогайте миру, помогайте людям, которые больше вокруг вас, а не каким-то индивидуумам, которые сидят рядом программистам, говорю, когда он сидит за столом, программирует рядом с ним его товарищ. Товарищ спрашивает, помоги мне, и он бросается ему помогать. Тратит свое время, помогает конкретно одному человеку. Если человек что-то не понимает, напиши статью об этом. Напиши книгу об этом, о том, как в данной ситуации решить эту проблему. Публикуй, или поможешь тысячам людей. Вместо этого ты тратишь свои час-два, чтобы помочь одному конкретному человеку. Ты в итоге свою энергию, свою силу прикладываешь туда, где она будет использована, ну, совершенно не по назначению. Я вот сейчас перед вами разговариваю, у вас есть 30 человек. Если бы я не снимал это видео, и не выкладывал на YouTube, это было бы, на мой взгляд, время, потраченное в пусту. Потому что у вас всего лишь здесь 30, может быть, 40. Это видео посмотрят к концу сегодняшнего дня 200 человек, как минимум. Ну, на моем канале на YouTube. То есть я считаю, что не снимать видео, а просто разговаривать, это потеря времени. А когда я снимаю видео, то это видео является значительно более ценным результатом этой встречи, чем вы. То есть из вас один-два человека меня услышат. Остальные сейчас думают о чем-то другом. Остальные это пропустят, уйдут, разойдутся. Один-два, это копейки. А видео, которое останется, увидят сотни людей, тысячи людей. Позже. Оно будет в YouTube висеть год, два, три. Его будут видеть многие. Также должны действовать делы. Не помогайте индивидууму, не помогайте одному другому человеку. Помогайте сразу всему миру. Вопросы записываете? Ну и последний пункт, который здесь, в этом эгоизме. Не теряйте время. Время это ваше главное рисовать. Я думаю, тут я не уникален. Я думаю, большинство всяких тренеров вам сказано то же самое. Время, время, время. У вас пока это время есть. У вас его больше, чем у меня, это точно. Но вы его не разбазариваете. Приведу пример. Я вчера был в кафе, рядом со мной сидели девочки примерно вашего года. Стоит, рисовали картины там, акварели. Ну, они сидели в кафе, рисовали. И я у одной спрашиваю, ты для чего это рисуешь? Она говорит, у меня попросила подружка ей нарисовать картину. Я для нее рисую. А до этого я рисовала картину. Ее попросила там бабушка, я там для бабушки рисую. Она это повесит на стену. Вот на мой взгляд, это потеря времени. Она пытается помочь сделать что-то хорошее для бабушки, для подружки, еще для кого-то. Хотя она могла бы рисовать эти картины и выставлять их на выставке. Она могла бы рисовать эти картины и продавать. Она могла бы эти картины давать большей аудитории, на большее пространство и себе получать больший результат. Так ею попользуется эта бабушка, эта подружка, еще кто-то. Они каждый из нее получат по картине, повесят где-то, или забудут эти картины, или выбросят. В итоге это потраченное время, потерянное время. Ей приятно, но она боится, я думаю, основная причина в этом, почему она так делает, она боится свои картины выставить на что-то большее, на более широкое аудиторию. И поэтому она рисует, отдает подружке, потому что подружка скажет, вау, какая-то красивая. Если она сделает выставку, то ей скажут, нам твоя выставка неинтересна. Например, будет критика, будет проблема. Поэтому люди боятся, и поэтому им проще вложить свое время и сделать что-то полезное, как они считают, хорошее для одного человека, а не для крупной аудитории, крупного рынка. Ну, так не делайте. Ну, вот это второй пункт, эгоизм. Пункт номер три. Изменения, которые происходят на рынке, я думаю, что меняются, люди становятся дороже. Труд становится более высокооплачиваемым. Я не беру украинскую экономику, которая в кризисе, но если набрать мировую экономику, которую я вижу, там, в Америку, в Европу, то стоимость человека-часа, стоимость качественного специалиста, она сейчас выше. Например, по программистам, если взять триггер, в 10 лет, 20 лет назад программист стоил, хороший, качественный программист в Америке получал, там, 60 тысяч долларов в месяц. То есть, в год, 60 тысяч. Сейчас, когда они с такого же качества, получают 140 тысяч долларов, 150 тысяч долларов за 20 лет. При этом стоимость жизни не возросла в три раза. Примерно стоимость жизни осталась, ну, на самом-то, немножко возросла, но не так драматически. Не такое серьезное произошло, такой скачок в стоимости жизни нас окружающих. Поэтому растет стоимость труда, растет стоимость рабочей, я имею в виду, квалифицированную рабочую силу. Я имею в виду специалистов, экспертов, аналитиков, экономистов, менеджеров, программистов, кого угодно. Людей, которые с высшим образованием. Это, в общем-то, те, кто передо мной сидит. Поэтому, отсюда вывод, который я делал для себя и рекомендую. Вы должны сфокусироваться на вашем профессионализе. То есть, мастера на все руки никому не нужны. Не нужны никому люди, которые умеют и это, и это, и это, и это. Нужны люди, которые умеют что-то одно и умеют это хорошо. Почему именно так мы совместим как бы две ситуации? Во-первых, рынок стал открыт. Я теперь, нанимая специалиста, будучи, например, владельцем бизнеса, нанимаю человека. Я больше не нанимаю программиста из Днепропетровска или программиста из Барселоны. Я нанимаю программиста. Я больше не нанимаю менеджера из Киева, украинского менеджера. Я нанимаю менеджера. Я беру человека, который говорит на английском, естественно, свободный, который менеджер. Где он живет? Сегодня он живет в Киеве, а завтра он переехал в Таиланд. Мне совершенно все равно. И это я такой. И таких бизнесов будет все больше и больше и больше. То есть, вы сейчас думаете, наверное, что вы украинский специалист или украинский менеджер, но очень быстро вы должны понять, что вы просто специалист и просто менеджер. А значит, если рынок такой открытый, если вы становитесь в конкуренцию с испанцами, с колумбийцами, с американцами, то их становится больше. Мне теперь легче выбрать. Я буду выбирать специалистов, которые узконаправленные. Я не буду брать просто хорошую девочку или просто хорошего мальчика из Днепропетровска, а потом как-то его там доучим. Я сразу буду брать эксперта, сразу буду специалиста брать, потому что я могу позвонить, я могу обратиться в Барселону, я могу обратиться в любую другую страну мира, и там взять специалиста. Мне не нужны вы конкретно, мне нужен специалист. Поэтому важно ваш профиль, ваше резюме. И оно должно быть узконаправленное. Вы должны в одной вертикали находиться, то есть в какой-то одной вертикали в индустрии. То есть если вы, допустим, менеджер, то мало говорить, что вы экономист, мало говорить, что вы в целом экономист. Вы должны быть какие-то узконаправленные экономисты. И что очень важно, я считаю, это как можно быстрее выбрать это место, в котором вы будете специалистом, эту профессию. И в ней оставаться. Я за свою карьеру 20-25 лет поменял разные направления. Я пробовал не только IT, я пробовал что-то еще, я пробовал в IT тоже разные направления, я пробовал и так, и так, и так. И сейчас я понимаю, что не было смысла перебирать. Не было смысла искать себя, как это сейчас говорят. Я ищу себя, я себя не нашел. Сначала я был там барменом, потом я стал менеджером, потом я стал тренером по йоге, а сейчас я думаю стать экономистом. Нет смысла перебирать. Можно быть успешным тренером по йоге и создать свою школу йоги. И эту школу йоги распрострогламирует на весь мир, быть миллионером. Можно продавать на углу кофе, и продавать его на углу всю жизнь. А можно из этой кофе кофейни сделать сеть кофеин, а потом превратить это в Макдональдс. То есть не важно, с чего вы начинаете, не важно, что вы делаете. Продаете кофе, печете пирожки. Вы можете быть как Макдональдсом, так и всю жизнь барменом, который продает эти пирожки и быть неуспешным. То есть дело здесь не в профессии, которую вы выбираете, а в том, насколько вы сможете в рамках этой вертикали, от пирожков до Макдональдса, или от тренера по йоге до автора целой методики, тренера, которая стоит миллион. Вот как вы продвинетесь по этой вертикали, зависит исключительно от вас. Нет смысла менять здесь вертикаль, нет смысла пробовать себя там, там и там. Каждый раз, когда вы переключаетесь, вы всегда попадаете вниз, в самое начало. И там делаете какие-то попытки. И у вас не получилось, вы начинайте винить вертикаль, винить себя. Это исключительно ваша проблема. Это исключительно проблема в том, в основном, что вы просто недостаточно долго там побыли. Поэтому я за то, чтобы выбрать одно, неважно, что вы сейчас выберете, вы можете остановиться на том, что у вас есть сейчас. Вот вы бармен, остановитесь там. Вы продаете пирожки, остановитесь там. Вы экономист, вы где-то работаете, остановитесь там. И развиваете себя вертикально. То есть глубже, 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 вверх, как хотите. Становитесь все лучше, все более и более качественным специалистом. Тогда вы начнете конкурировать с испанцами, продавцами пирожков, с, я не знаю, там, с тренерами по йоге из Колумбии. Вы будете сейчас, я к четверому пункту перейду, я объясню, как вы будете там конкурировать с тренерами по йоге из Колумбии. Вы будете конкурировать со всем миром. И там ваша стоимость начнет расти. Действительно. Тогда для вас не будет важно, где вы живете. В Украине вы живете, или вы в России живете, или вы живете в Колумбии. Вы будете, для вас открывается весь мир, вы становитесь специалистом, экспертом на рынке мировом, на глобальном рынке. Вы знаете английский, и ваша карьера начинает вести вверх, вверх, вверх. И последний пункт в этом поинте в том, что я думаю, что сейчас, по сравнению с ситуацией 20-летней давности, еще более давними временами, для того, чтобы стать богатым, и действительно богатым, я, может быть, не говорю о миллионере, но, может быть, близко к этому, то есть зарабатывать действительно большие деньги, не обязательно быть предпринимателем. Не обязательно делать свой бизнес и идти на риск. Когда 20 лет назад я занимался бизнесом и хотел быть богатым, и хотел быть миллионером, в той ситуации была единственная возможность создавать свой бизнес. Если бы я работал на кого-то, я бы получал достаточно небольшие деньги, И это очень далеко от больших денег. То есть там такая большая пропасть между работой по найму, была эта пропасть, и большими деньгами. Необходимо было идти на риск, необходимо было стартовать свое предприятие, необходимо было нанимать людей, необходимо было быть бизнесменом. Сейчас я вижу, что для того, чтобы быть богатым, не обязательно быть бизнесменом. И это будет ситуация усиленности. Сейчас у меня есть знакомые, которые зарабатывают шестизначные суммы в год, и 200 тысяч долларов, и 300 тысяч долларов в год, при этом будучи совершенно просто на нее наемными сотрудниками. Но качественно. То есть это эксперты, которые хорошо разбираются в своей сфере, они действительно лучшие в мире, или близкие к лучшим в мире, и им просто платят зарплату. Он просто получает 15 тысяч долларов в месяц, и у него нет никаких рисков. А это достаточно большие деньги. Вы можете делать то же самое, не ориентируйтесь на то, что вы обязательно создадите свой бизнес, просто станьте хорошими экспертами в своей сфере. И вас нанимет большая корпорация какая-то, которая вам будет или какой-то, может быть, стартап, которая будет вам платить достаточно серьезные деньги, и вы не будете никаких рисков, просто будете себя чувствовать хорошо. Раньше это было невозможно. Сейчас это возможно. Сейчас труд ценится все больше и больше. Сейчас специалисты ценятся все дороже и дороже. Опять же, я не говорю об Украине, но мы решили, что мы работаем на глобальном рынке. Правильно? То есть мы не берем одну конкретную страну, потому что в ней сейчас там экономические проблемы, но вы увидите, как вы легко смените эту страну на что-то другое. Просто вы не то, что смените, вы можете остаться здесь жить, но работать вы будете на мировые проекты. Все, последний пункт. И дальше у нас будут вопросы. Последний пункт. Что произошло, что изменилось в мире? Я думаю, что появилось понятие follower. Это то, чего не было раньше. То есть у нас, откуда ни возьмись, возникли социальные сети и оказалось, что есть такой follower. Это человек, которого мы не знаем, но он лайкает наши фотографии в Инстаграме. Вот раньше такого нет. Раньше были друзья, я знаю моего друга, я ему показал фотографии, он сказал, класс, и на этом все закончилось. Сейчас эти follower добавляются, это неизвестные люди, которые составляют нашу аудиторию, наше комьюнити, так называемое, которое вокруг нас организовано. Мы не знаем, кто это, они знают нас. Чем мы известнее, тем больше этих follower. Например, у меня на Твиттере почти 15 тысяч follower. То есть я не знаю, кто эти люди, ну кого-то я знаю, но я знаю из них там 200 человек. Все остальные люди знают меня, и я не знаю их. Они меня фоллоют, они меня лайкают, я что-то такое туда пишу, они это что-то читают. То есть у меня появилась некая аудитория, я называю ее комьюнити. Это комьюнити, которая организована вокруг меня, моей персоны, моих идей. У меня есть точно такой же комьюнити на Фейсбуке, оно поменьше по размеру, конечно. Есть такой же комьюнити на Инстаграме, оно тоже поменьше. Мысль моя в том, что вам абсолютно необходима такая публичность. Если вы хотите быть дорогостоящим, высокооплачиваемым, богатым экспертом, ну специалистом, который зарабатывает и зарабатывает немало. Без этой публичности вы мало чего достигнете, причем речь идет о создании профессиональной комьюнити, не о создании комьюнити благодаря своему селфи в Инстаграме в большом количестве. Таким образом вы ничего профессионального не создадите, вас будут лайкать люди совершенно из дорогого круга, которые вам не помогут профессионально. Вы должны подумать о том, как вам, будучи экспертом, потенциальным экспертом в своей профессии, которую вы выбрали, допустим, тренер по йоге, допустим, экономист или менеджер, там, или бармен, как вам в этой профессии построить комьюнити людей, которым интересно то, что вы говорите, интересны ваши мысли. И дальше двигайтесь в сторону социальных сетей. Во-первых, это фейсбук. Абсолютно необходимо иметь фейсбук профайл, который не завален селфи, а наполнен информационным контентом. То есть мне, например, как вашему потенциальному фоллеру, мне должно быть интересно читать то, что вы пишете. Второе, у вас должен быть твиттер обязательно, на котором вы как-то периодически, с какой-то регулярностью сообщаете. Тоже что-то интересное. Не о себе, я пошел там, я пошла в кино, я вышла из кино, я встретилась с подружками, я рассталась с подружками. Это мало интересно, и я, например, отпишусь от своего аккаунта, мне это скучно читать. Ну, если только я не конкретно вас там лично хочу, как-то персонально. Но если вас лично не хочу, то мне это совершенно не интересно, я быстро отписываюсь и остаюсь только с теми аккаунтами, которые меня чему-то учат. Если это бармен, который мне рассказывает, допустим, об методах приготовления кофе в разных странах, то я буду с этим аккаунтом. И не важно, что я не бармен сам, я там программист, я в IT занимаюсь, я буду все равно этого человека фоллера. Мне нужна информация, я за эту информацию я приду. Инстаграм то же самое. В Инстаграме вы можете выкладывать свои там ножки и ручки, а можете выкладывать там или свой обед. А можете как-то делать так, чтобы этот канал ваш в Инстаграме становился более информативным и интересным. Четвертый пункт. Я думаю, что блог это хорошо. Вообще ведение блога и написание чего-то, создание информационного контента это хорошо. Не у многих это получится, это такая штука, которую я не знаю, тут секретов. Я, кстати, написал книгу, я вам похвастаюсь, я свой блог-экспириенс в такой книге просумировал. Я в прошлом лету написал такую книжку, у меня знакомый спросил в Штатах. Я был тогда, и у меня американец знакомый, я ему рассказывал о том, как важно вести блог. И я ему... на камеру. И я ему стал рассказывать о том, как я веду блог, как я делаю так, чтобы получалось, как я Инстаграм свой заполняю, как я там свой Фейсбук заполняю. И он стал спрашивать, я понял, что я ему... опять же, я понял, что не надо помогать одному ему, это бесполезно, потому что он послушает и забудет на утро. А я помогу всем. Я сказал, слушай, я тебе рассказывать не буду, дай мне время, я сейчас посижу. Я подарил тебе две недели, написал книжку, потом ему эту книжку подарил. Ну и с тех пор эту книжку купило много людей. И я своей поделился, ну профессионально поделился своей историей. Какой тираж? Это не тираж, это он-деменд печать такая. То есть она продается на Амазоне, и при каждой покупке... Ну за это время ее купили за год, ну порядка двухсот книг я продал, наверное, где-то такая цифра. Это она не супер популярна, потому что мои айтишные книги по программированию значительно более популярны. Блогеров все-таки меньше, чем программистов, поэтому про блоги читают люди не так активно. Но я считаю, что это неправильно. Я считаю, что о том, как себя позиционировать в информационном пространстве, это супер важно. По крайней мере, мне это очень помогает, и я вам очень рекомендую быть в информационном пространстве, присутствовать. Вот я описал там, как это делать. Кратко говорю, что вы просто должны в этом направлении думать. У вас должен быть Facebook, Twitter, Instagram, и, наверное, блог, и, наверное, видеоблог. Каждый из вас, делая что-то, опять же, будучи там баристом или там будучи экономистом, вы можете снимать какие-то видеоролики и чему-то людей учить. Отдавайте людям информацию, учите людей, они будут вам очень благодарны, они будут состроить комьюнити. Они не просто будут благодарны, вам не нужна от них благодатность. Вам нужно, чтобы они собирались в комьюнити вокруг вас. Чтобы у вас росло число фолловеров. Это супер важно. Обращайте внимание на то количество лайков, которые вы получаете, на то количество фолловеров, которые у вас есть. Это не просто так. Это движется здесь не о селфи, не о том, какая там одна красивая девочка, а другая не красивая. А дело в том, какой бы величины у нас комьюнити. По величине комьюнити можете судить об эксперте, я считаю, у специалистов. Почему? Потому что, приходя со своим комьюнити в бизнес или будучи наемным сотрудником, вы становитесь значительно более ценным для работодателя, чем человек без комьюнити. То есть, если у вас просто резюме, там написано, я экономист, я разбираюсь в менеджменте, дежурной экономике, еще у меня там увлекаюсь теннисом и плаванием, точка. И еще у меня есть там фейсбук, но я в него давно не заглядывал. Это один человек. И другой человек, который ко мне приходит на работу, который говорит, что он тоже экономист, он тоже там увлекается теннисом и плаванием, но при этом у него там есть профессиональный блог, где он пишет про экономику. У него там читатели, там несколько тысяч в неделю к нему приходят. То этот человек значительно интереснее. Во-первых, я понимаю, что рынок его уже оценил, и рынок его как-то, ну понимаете, рынок, если его читают, то что он имеет какой-то смысл, значит, он пишет что-то ценное. Это во-первых. А во-вторых, придя ко мне в компанию, он приведет всех этих людей за собой. Он приведет всю эту комьюнити ко мне, и если потом я ему, если он потом в своем твиттере напишет, что, ребята, я теперь работаю там, не знаю, в Procter & Gamble, то это как-то, конечно, для Procter & Gamble наплевать на это сообщение. Но если эта компания будет помельче, если это маленький стартап, то когда я беру такого человека вместе с этой толпой комьюнити, и этот человек среди этих людей как-то себя как-то обозначит, где он работает, чем он занимается, какой продукт он сейчас разрабатывает, то я получу бесплатный рынок. Я получу бесплатных покупателей. Я ничего не вкладываю в рекламу, я получу доступ к какому-то, к какой-то территории людей. И я как создатель этого бизнеса, таких людей будут, еще их называют, есть такой же новый термин, евангелисты. Может кто-то слышал. Ну вот в IT есть такие айтишники, евангелисты, или еще называют адвокаты. То есть это люди, которые берут для того, чтобы они дальше бесплатно совершенно, без рекламы раскручивали наши идеи, наш продукт, который мы здесь в бизнесе разрабатываем, среди своих поклонников. То есть я беру человека, плачу ему большую зарплату, он ничего не делает практически у меня в компании. То есть он не пишет программу, он не разрабатывает, он не трудится ежедневно. Все, что мне от него нужно, чтобы он там раз в месяц встречался со своими тысячами своих поклонников и рассказывал, что ребят, вы знаете, я вот сейчас работаю в Procter & Gamble, моюсь этим мылом, оно такое классное. И эти вот все там, не знаю, 20 тысяч домохозяйки, ну допустим, он специалист, 20 тысяч домохозяйки внимательно слушают его и начинают покупать от Procter & Gamble. Он не нужен, чтобы он разрабатывал это мыло. Мне не нужен он как специалист по разработке мыло. Я его взял исключительно с одной целью, потому что ему верят эксперту в этом мыле, эксперту косметики. И он привел за собой всю эту, всю весь инатуринок, всю эту территорию, которую он перед этим создал. Как он ее создал? Он создавал информационный контент. Он писал, он разговаривал, он делал фотографии на Инстаграме, он как-то это все раскручивал. У вас есть время. Вы сейчас можете начать, если вы выберете свою профессиональную, свою профессию выберете, свою этот вертикаль, в которой вы будете двигаться. Вы можете сейчас начать, и через 5 лет у вас построится эта комьюнити. Я думаю, что это супер важно сейчас. У нас же, я говорю, потому что появилось понятие follower. Раньше это не было, и поэтому это было совершенно неважно, неважно. Вот такие 4 пункта, которые, я думаю, наш мир поменяет. Теперь ваш вопрос, если они есть. Книга называется вот так, 256 блокхекс. Я просто привез показать, да. Это видео будет в YouTube, вы сможете все это пересмотреть и посмотреть еще раз. Как называется, как называется, как называется, как называется, как моё имя, Егор на английском, через Y. Первая буква Y. Егор, 256, циферки 256, точка ком. Влог на английском, я его веду 3 года. Да. Ну, какие профессиональные рекомендации, как построить своё резюме молодому специалисту, чтобы заинтересовать международную компанию? Как построить резюме молодому специалисту? Я думаю, что у меня тоже есть на блоге статья, которая называется, как построить резюме. Как, точнее, вернее, как из резюме сделать, да, сделать конфету. Потому что у нас, в принципе, резюме у всех по сути одинаковое, особенно если молодой специалист. Он мало чем может похвастаться, у него мало какой опыт и трудно сделать. Что я рекомендую людям, которые вот именно молодые, которые хотят, когда человек у него уже там 10 лет опыта, то это одни рекомендации. Да, как организовать эту информацию, как сделать так, чтобы он... Если вы, Григорий, это молодого специалиста, то я всегда рекомендую, если нечего сказать, то скажите то, о чём вы мечтаете. То есть, допустим, я молодой специалист, только закончил институт, и я всё, что могу написать, это я там отучился 5 лет в ДНУ и люблю тренингс, люблю плавку, ещё люблю путешествовать. Этого мало. Пишите о том, кем вы хотите стать. От ваших, точнее, о ваших мечтах, о ваших идеях. Допустим, там, я закончил ДНУ, и дальше мои профессиональные интересы, там, собираюсь, например, стать, там, закончить Стэнфорд, потом, через там, через 5 лет. Собираюсь, защитить диссертацию по такой-то теме, тема будет касаться того-то и того-то. Собираюсь, и так далее. То есть эти вещи, они могут быть неправдивы, безусловно, они могут никогда не сбыться, но вы покажете своему потенциальному работодателю, что он берёт человека, который настроен быть вот таким классным специалистом через, там, 10 лет, через 5 лет. Потому что это всё, что вы можете сказать. Ну, у вас пока мало, что предъявить, вы просто отучились. Поэтому покажите ему будущее. И мне, как нанимающей стороне, мне будет это интересно. Я буду видеть, что вы, ну, о чём-то таком, будет понятно, о чём вы мечтаете. Что вы не просто на деньги пришли, за деньги заработать пришли. Вы хотите зарплату, и дальше как оно пойдёт. А у вас есть какой-то стратегический план, и по этому плану вы собираетесь. Вот такой мой совет молодому специалисту. Ну, есть ещё масса советов, которые просто советы базовые. То есть я рекомендую обязательно указывать свои социальные профайлы в резюме, обязательно указывать, обязательно в резюме должно быть коротким, одностраничным. Я думаю, это общая такая рекомендация, не делать его большим. Ставьте на передний план, наверх, то, что вас показывает, подчёркивает ваши профессиональные качества, а не опыт работы. Опыт работы мало кого, на мой взгляд, мало кого интересует. Интересно, кто вы, а не где вы отсидели какое-то время. То есть если у вас какой-то опыт работы, вы жите его там одной строкой. Я был там, я был там. Если вы чего-то серьёзного достигли на этих местах, то покажите, чего вы достигли, но не пишите, что вы там делали. Это, на мой взгляд, неинтересно. То есть вот эти вот пункты, когда пишут, я был там, а дальше список должностных обязанностей, это скучно. Всем понятно, что это 90% враньё, и проверить это невозможно. Ну, человек отсидел там где-то 5 лет, где-то 3 года, мне это неинтересно. Мне интересно, чего он достигнул, что у него получилось там. Чего-то он закончил, какой-то проект там внедрил, где-то он там выступил. Кстати, ещё один пункт, который я не сказал, насчёт публичности, насчёт этого блогинга. Я думаю, что очень важно, тоже для вас, пока вы молодые, думайте о том, как свою персону выставлять на показ в профессиональном плане. То есть где вы можете выступить, где вы можете что-то рассказать. Организуйте какие-то локальные встречи. Вот мы сейчас здесь встречаемся локально, собралось там 40 человек. Это было несложно организовать, это практически ничего не стоит. Это вообще ничего не стоит. Мы делаем это бесплатно. Вы можете делать это сами точно так. У вас есть группа, у вас есть там в вашей группе, там, не знаю, там 20-15 человек. Соберись с этой группой, и один выступит, другой выступит, третий выступит. На какую-то тему, которая вам интересна. Снимите видео этих выступлений, выложите в блог, ну, в ваш YouTube-канал. Это уже покажет вашу публичность. Старайтесь попадать на какие-то, может быть, студенческие мероприятия, где тоже можно выступить. Старайтесь везде засунуть свою физиономию в профессиональном плане, так, чтобы она попала на камеру. Выступайте, рассказывайте, выступайте, рассказывайте. Такая публичность вам принесёт только пользу. Она практически ничего не стоит. Немножко нервов там при подготовке, немножко нервов при выступлении, а потом это видео остаётся надолго, оно лежит там, и всегда вы можете его показать. И всегда интересно нанимать человека, который эту публичность имеет. Потому что, я же говорю, для меня это, для работодателя, это признак того, что вас рынок уже проверили. Вас кто-то слушал, к вам кто-то пришёл, кто-то сидел в этой аудитории. Вы сейчас здесь сидите, это значит, вы ко мне как минимум пришли. Вас как-то я заинтересовал. Для моего потенциального работодателя тоже какой-то сигнал может быть, что человек выступал, рассказывал, его слушали, задавали вопросы, не кидали в него помидоры. Значит, это как-то ему можно доверять. То есть самое важное, на мой взгляд, это быть оцененным рынком, а не каким-то индивидуальным работодателем. То, что вам говорит какой-то работодатель, что вы такой молодец, вы так хорошо работаете, не верьте этому. Он просто хочет вас использовать и платить вам меньше. Делайте так, чтобы рынок вам говорил, какой вы молодец. Чтобы ваши фолловеры вам писали, которые вам ничего не платят, которые от вас ничего не хотят, а чтобы они писали классное видео или классный доклад получился. Это было так интересно. Вот это цены. А работодатель пришёл и ушёл. Сегодня вы работаете на одного босса, через полгода вы работаете на другого, а через 10 лет вы забыли вообще, на кого вы работали 10 лет назад. А рынок остаётся, фолловеры остаётся с вами на сигнал. Ну, на долгую очередь. Мало кто уходит, в основном, если вы интересны, то они с вами будут дольше и дольше ходить. Поэтому показывайте себя рынку, а не одному, одной компанию. Ещё мысли? Я попал вообще или нет? Да. Больше дальше нет, да? Хорошо. А кто из вас уже может сказать, что выбрал профессиональную карьеру, профессию выбрал и хотел бы с ней остаться на всю жизнь? Раз, два, три. А нас здесь человек, да, человек 30, 40. Немного. Ну, вам стоит это сделать, стоит выбрать. Чем быстрее, тем лучше. На мой взгляд, чем быстрее, тем лучше. Чем дольше вы уменьшитесь, тем больше вы думаете, тем... Я вот недавно был у меня разговор с одним человеком, он мне говорил, что я поступил на педагогику учиться, студент тоже. Я поступил учиться, хотел быть учителем. Хотела, на самом деле. Хотела быть учителем. Вот она поступила на преподавателя. Хотела, сейчас она там на четвертом курсе и думает, я уже не хочу быть преподавателем. Это, наверное, как-то не мое, черт знает. Я, наверное, хочу быть ветеринаром. И я с ней разговаривал и говорил ей примерно те же слова, что после ветеринара ты захочешь быть инструктором по йоге, а потом ты захочешь быть поваром. Можно быть суперуспешным преподавателем, можно быть суперуспешным ветеринаром, но дело не в выборе этой профессии, а просто в желании посвятить себя делу, получать от этого радость, делать это своим хобби и идти глубоко, копать, копать глубже и глубже. От того, что она сейчас сменит одну профессию на другую, отучится 5 лет на преподавателя, а потом переключится и будет еще 5 лет учиться на ветеринарах, это просто потеря времени. Она просто оттянет момент, когда она начнет наконец-то идти вверх. А вы хотите идти вверх, не горизонтально двигаться, перебирая опции, пробуя, 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 а двигаться вертикально. Вертикально максимально высоко, до финансовых результатов и до профессиональных результатов. Поэтому, если вы еще не выбрали, а вам уже всем по 20 лет, то да. Я не вопрос. Да-да-да, я вопрос. Является ли менеджером узконаправленным специалистом? Если является, то какими задачами? Я думаю, что менеджер в широком смысле, это достаточно широкая такая, это очень широко и это, наверное, не узкий специалист. Я думаю, что надо выбирать уж. Надо смотреть по точнее. Менеджер просто менеджера, это слишком много и надо выбирать, допустим, айтишный менеджер. Или менеджер в области корпоративных, допустим, корпоративные менеджеры, которые уже работают с большими корпорацийами, понимают как там управлять людей, или наоборот менеджер, который умеет поднимать стартапы. Или менеджер, который умеет в локальных командах работать хорошо. или менеджер, который умеет поднимать компанию из кризиса, антикризисный менеджер, который не умеет строить компанию, но умеет ее так, чтобы она не развалилась. То есть разные менеджеры. И они совершенно разные вещи изучают. Если антикризисный менеджер, это больше работа с рисками, работа со стрессом, работа с увольнениями, работа с воровством и все остальное, то менеджер, который строит компанию, у него нет ситуации воровства, у него их мало очень. У них нет ситуации развала полного, нет ситуации банководства. И у него совершенно другие технологии должны применяться. И поэтому, когда я буду искать менеджера, я не буду заходить в поисковую какую-то систему и писать, когда у меня, например, разваливается компания. Я буду писать менеджера мне. Я буду писать антикризисного менеджера с опытом подъема или спасения команд на территории, в такой-то индустрии. Я найду менеджера, который спасал, например, банки. Я когда-то слышал такую историю, как какой-то банк, не какой-то, а банк моих знакомых, Они развалились, у них была тяжелая ситуация, они были близки к банкротству. Они наняли антикризисную команду для банков. Пришла целиком команда. Там было несколько человек менеджеров, которые пришли, убрали текущий менеджмент. И этот банк оживили. То есть, они стали работать с кризисной ситуацией. Они стали увольнять, увольнять, увольнять. Они стали наказывать, наказывать, наказывать. Они стали воевать с толчниками, воевать с теми, кому они должны. В итоге банк спасли. Но если мы возьмем эту же команду и поставим ее строить в Датбанк, они ничего не построят. Они им не интересны, они не умеют. Они хотят, чтобы была война, война, кого надо было уволить завтра обязательно. А тут, наоборот, нужно нанимать, а он старается увольнять. Ну и ничего не получится. Поэтому отвечаем на вопрос, просто менеджера слишком широко, на мой взгляд. Этого мало. Ищите ужин, изучайте ужин. В менеджменте тоже. Вы кто-то считаете себя менеджером сейчас? Вы же менеджменты учитесь, правильно? В Бежаводном есть. Не все, да? Ну я сам тоже себя менеджером считаю. У меня тоже та же самая проблема. Вы знаете, что я хороший, определился. Я тоже долго метался. Я по-прежнему еще пока не совсем уверен, что я знаю свою вертикаль. Я тоже какие-то еще вещи со стороны пробую. Не совсем я четко определился. Но стараюсь, стараюсь сужать, сужать, сужать. Почему такая низкая ценность украинских специалистов на каком-то мировом рынке? То есть всегда отдают предпочтение иностранным, допустим, специалистам, нежели украинцам. То есть это ошибка образования? Либо они так себя позиционируют на рынке? Ну я... Хороший вопрос, да. Я думаю, что... Ну вот в первую очередь, возьмем теперь, допустим, у кого европейское образование, но не украинское. Приоритеты отдаются тем, у кого образование другого уровня. Правильно? Почему это для того, чтобы я могу аликуровать эту проблему? Я думаю, что... Да, я понимаю вопрос, я повторю его. То есть почему украинский специалист на мировом рынке ценится меньше, чем специалист, допустим, французский, да? Или специалист... Ну, я думаю, опять же, я нанимаю разных людей. Я нанимал за последние годы несколько сотен человек, если у меня прошло, ну, айтишных специалистов. Я могу сказать, что действительно, украинцев я нанимаю не так, не с таким энтузиазмом, как я бы, например, нанимал поляков. Давайте близко брать. Или как я бы нанимал чехов. Или как я бы нанимал, допустим, из Румынии, ребят, от праведистов. Почему это происходит? Я думаю, что чисто такой искренний мой опыт, в нас еще сильна советская идеология в наших головах. И в нас силен этот менталитет национализма и недостаток этого космополитизма. Мы как-то не открыты миру. Во-первых, английский язык. Мы, по-моему, Украина находится на первом месте в мире, если я не сорву, мне это сказали, что мы на первом месте в мире с конца, по качеству английского языка. То есть мы о нем просто не говорим. У меня знакомый американец был некоторое время назад, пару месяцев назад, он жил в Киеве. Жил примерно месяца два. И он говорит, что я такого не встречал еще нигде. Он видел разные страны, но вы просто не говорите на английском. То есть я просто кофе не могу заказать. То есть я заказываю кофе в ресторане в центре Киева, и официантка не может со мной двух слов связать. Хотя он переезжает в соседнюю какую-то Болгарию, и там он коммуницирует, с ним разговаривает. И он потом пошел в интернет и нашел, он мне не скинул ссылку, но он сказал, что Украина является худшим по уровню английского языка. Ну, это первое. То есть как я буду нанимать кинзалиста, который мне будет потом писать «can I have pizza?» и так далее. Ну, просто я не могу встроить его в команду, понимаете? Я не могу его поставить... Ну, это да, такая фраза у вас сложная, «can I have pizza», да. То есть я не могу встроить его в команду, в которой другие люди говорят на английском. Пускай на Ломаном, пускай на каком-то там неправильном, пускай... Но эти люди просто совсем не говорят. Украина, Россия, мы близки в этом. Может, Белоруссия. Даже Белоруссия, наверное, может чуть получше. Я не знаю этих точных рейтингов. Но первая проблема – язык. Вторая проблема – это, во мой взгляд, этот национализм. Не то, что национализм в плане борьбы России и Украины, а в плане ценности нашей культуры. Вот мы как-то считаем, что мы очень ценны тем, что мы русские и украинцы, что у нас есть какая-то особая ценность. Это централизм. Ну, давай, это централизм, пускай назовем, да. Такая штука отсутствует, например, у людей... Ну, я ее вижу меньше у тех же поляков. То есть они... Опять же, это мой опыт. Я сейчас не генерализирую, не вижу, что у всех поляков так, у всех украинцев так. Но по моему опыту, когда я работаю с украинским программистом, то ему как-то вот почему-то важно, что вот он украинский, и важно, значит, русский язык там или украинский язык, как бы показать, что это его язык. А поляк, он свой польский язык отбросил, и он на украинском все время разговаривает. Он все время помнит, что он здесь пришел в проект работать, и его там принадлежность к польской культуре никого вообще не интересует здесь. Никого не интересует. Ну, вот у меня есть чат, например, в Телеграме, где я общаюсь со своим фоллогом, и там 300 человек людей, которые со мной общаются. И там есть русские люди, и русских там немало. И вот только русские люди постят русские шутки. Ну, русскоязычные, я не знаю, кто они там в этой стране, но вот русскоязычные шутки, вот бразильцы не постят бразильские шутки. А наши постят, он запостит на русском и сидит счастливый, ему пишет, что здесь написано в бразиле. Он сейчас переведет и переводит. То есть он горд тем, что он пошутил, он запостил русскую шутку, а вы теперь переводите. Ну, это смешно выглядит со стороны, но это показывает установку, какая-то лишняя гордость этой культуры, которая здесь неуместна. В данном случае, ну, зачем нам? И то же самое происходит в проектах. Поэтому я думаю, что у нас этот космополитизм отсутствует, наверное, это наше прошлое советское, которое на нас оказывает как давление. Поэтому я бы ориентировал... Вот это один из ответов, почему мы, может быть, почему меньше ценим. Ну и, конечно, качество образования. Я не знаю, насколько довольны то образование для себя или нет, но, на самом деле, недостатков массы и в образованиях на Европе тоже, и в Америке. И масса этих статей, и мыслей о том, что там же целые эти призы существуют, там, в силиконовой линии, там, кто один инвестор объявил, кто второй, что, ну, бросайте свои вузы и идите к нам работать, и за это мы вам дадим 100 тысяч долларов. Питер Тиль, по-моему, объявлял такое, несколько лет назад, что каждому, кто бросит там Стэнфорд, я дам 100 тысяч долларов на создание своего стартапа. Ну, здесь имеется в виду, что он не просто объявлял там, бросайте все, а он все-таки показывал, что раз вы поступили в Стэнфорд, то вы чего-то стоите, а дальше хватит там учиться, уже смысла в этом нет, бросайте, вот вам 100 тысяч долларов, стройте что-то, делайте что-то. Вот такой месседж телеконовой дарите. То есть у них тоже проблемы с образованием. Значит, что если это Стэнфорд, то там все идеально. Тоже есть люди, которые говорят о том, что проводить 5 или 6 лет жизни в вузе, обучаясь чему-то так долго, может быть, не имеет смысла, может быть, жизнь научит лучше. Может быть, но я не сожалею, что я 5 лет провел в ДНУ, хотя практически ничему не научился здесь. Но, это были 5 лет, когда я много времени проводил в библиотеке. Ну, тогда еще интернет не был так активно, поэтому я ходил в библиотеку. Ходил бы я в библиотеку, если бы я все эти 5 лет работал? Наверное, нет. Читал бы я эти книги, которые мне задавали там, про философию? Наверное, нет. Скорее всего нет. Я бы никуда не ходил, я бы просто работал. Я бы эти 5 лет, да, я бы заработал каких-то денег. Но, наверное, стоило все-таки посидеть в библиотеке. Поэтому не воспринимайте, не думайте, что вам знания дают в аудитории. Вот это точно нет. Ну, кроме этого выступления. Но вам, на хотя я шучу, но вам знания дают не в аудитории. Вас в аудитории немножко удерживают, вот мне так кажется, удерживают в этих рамках, не в рамках аудитории, не в рамках даже вуза, а в рамках процесса образования. То есть вас держат в рамках процесса получения высшего образования. Пока у вас есть на это время, пока если к счастью, если, допустим, вы достаточно денег там от родителей и как-то еще, то пользуйтесь этим для того, чтобы накачивать себя знаниями из других источников. Не только то, что вам рассказывает преподаватель, ценно и важно. Это всего лишь чуть-чуть, какие-то проценты. Я по себе говорю. Я от преподавателей получил 3 знаков. Ну, почти ноль. Почти. Все остальное я получил из книг, которые я читал, пока эти преподаватели рассказывали. Я уходил с лекций, шел в библиотеку, читал, я мало относился на лекции, я получал тройки. Но все эти 5 лет я провел в обучении. Мне нравилось, что я студент, мне нравилось, что я сейчас учусь. Потом я закончил учиться и перестал ходить в библиотеку. Но я что-то из этой библиотеки вынес. Так же и для вас. Не думайте, что вы обучаетесь, пока вы сидите на занятия. На занятия приходите или вообще не приходите. Ну, спокойнее относитесь к формальному образованию, но внимательнее относитесь к самому образованию, пока вы учуствуете. Используйте ваших преподавателей как источник направления. Спрашивайте у них, что еще почитать. Они вам скажут. Не только их слушайте в 45 минут, а спрашивайте у них. Они вам подскажут. Они не могут вас научить, потому что у вас слишком много. Я не могу вас всех сейчас научить. Я вот написал книжку. Если вы подаете ко мне и спросите, какую вы написали книжку. Я скажу, я не написал книжку. Какую еще почитать? Я вам скажу, эту почитайте. Я вам дам направление. Но вместе с вами читать сидеть не буду. Я не буду всю эту книжку здесь рассказывать. Здесь очень много. Я просто сказал, что есть такая книжка. Дальше один из вас, может быть, захочет ее почитать. Все остальные проигнорю. Вот эти вот единицы. Ловите эти направления там, где они вам нужны. Будьте опять же эгоистами. Не работайте на ВУЗ, а сделайте так, чтобы ВУЗ работал на вас. Не делайте то, что вам там задают преподаватели. Ну, делайте, конечно, чтобы вас не выгнали. Но самое главное – это получайте от ВУЗа больше себе. Будьте эгоистами и требуйте, чтобы ВУЗ давал вам. Что он может вам дать? Подходите к преподавателю и требуйте, чтобы он вам рассказал, что вам еще почитать. Чтобы он дал все свои знания, которые он имеет. Настаивайте на том, чтобы вам давали, а не только от вас. А не только приносите и ждите там оцениваться. Так я думаю. Еще мысли есть? Да, есть. Два вопроса на одной теме. Какие, на твой взгляд, личные качества тебе помогли достичь того, чего туда сих? И какие качества стоит менеджер в данном случае сел прокачивать, чтобы быть эффективным максимально? Какие мне качества помогли достичь? Я лучше сказал, какие качества мне помогли не достичь. Я думаю, что те вещи, о которых я говорил, у меня многое не присутствовало раньше. Этого эгоизма у меня не было. Я долгое время не понимал про космополитизм. Я считал, что украинский бизнес можно построить и нужно строить. И локальный рынок – это классно. Я много лет потратил на осознание того, что это как раз не классно. Не потому что украинский рынок плохой, а потому что я просто себя лично ограничиваю. И я в лет 6 потратил на то, чтобы осознать это. Много потратил времени. Я бы очень поздно понял, что нужно, что такое Facebook, что такое публичность, что такое блогинг весь. Если бы я раньше начал, я в Facebook аккаунт зарегистрировал три года назад. Может, у меня было чуть раньше, но первые посты я стал делать три года назад. А он появился когда-то. Ну, это 10 назад. Если бы я вместе с ним начал, у меня бы сейчас этих фолловеров было в разы больше. К сожалению, я это достаточно поздно понял. Насчет времени тоже. Я много помогал людям, но продолжаю помогать, к сожалению. Часто, если ко мне обращаются за помощью, я начинаю эту помощь отдавать. Один на один. Понимая, что я трачу время. Понимая, что я помогаю всего одному человеку. И эффективность этой помощи крайне низка. Конечно, один человек получает, и он счастлив, и он доволен. А потом он уходит и забывает то, о чем я ему говорю. Или может что-то запоминать. Ну, короче, это неэффективно. То есть надо всегда вот так помогать. От одного к многим. А я помогаю один на один. И это тоже меня подводит очень часто. Потеря времени и энергии. Для SEO, для качественного человека, который... Что такое SEO, знаете, да? Chief Executive Officer, да? Ну, директор американский такой термин. Для того, кто находится во главе, там, группы людей. Пускай это может быть 2-3 человека или 20-30 тысяч человек. Я думаю, что самое главное, это его качество. Как я вижу по этим людям, с кем я сталкивался, с людьми, которые управляют большими группами. Я думаю, что там огромная доля эгоизма. Огромная доля такой жадности на время. То есть они не разбазаривают время. Они понимают, что это самый главный ресурс. Огромный такой нюх на негатив вокруг. На людей, которые пытаются получить от тебя это время, ничего не дав взамен. Потому что чем выше ты поднимаешься, это, наверное, очевидно всем, тем больше вокруг тебя завистников, тем больше вокруг тебя людей, которые не хотят, чтобы ты поднимался. И хотят использовать твой успех. То есть будьте готовы к тому, что чем больше у вас успеха, тем больше ненависти вы вызываете у окружающих. Никто не будет радоваться, потому что у вас все хорошо. И не только ненависти, но и чем больше желания у окружающих идти к вам и что-то у вас попросить. Взять, попросить. Попросить помощи, попросить совета, попросить устроиться к вам на работу и так далее. Это будет у вас... Это неизбежно. А у людей, которые поднимаются высоко, я думаю, у них там вообще супер стрессовая ситуация, потому что они просто ежедневно должны отказывать, отказывать, отказывать. Это как в фильме «Казино», мы видели там, где Роберт Де Ниро в офисе сидит, и у него к ним приходит там проситель очередной, и у него сзади за спиной большой плакат нарисован «ноу» и маленькое «ес». Ну вот такой символ. Показывает, что я много раз буду говорить «ноу», и только иногда я буду говорить «ес». То есть вы должны в себе выработать это качество, умение и желание, что самое главное, отказывать. Потому что большинство из нас воспитывается, в общем-то, в другой философии. Воспитывается, что если ты даешь, ты хорошая дочка, хороший сын, ты хороший мальчик, или хорошая девочка. А в бизнесе нужно совершенно наоборот. Он говорит «нет», 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 «нет». «А ты можешь мне помочь с этим?» «Нет». «Ах так, вот так». «А ты можешь мне там подсказать?» «Нет, не могу». «А вы могли бы?» «Нет, не могу». И этих «нет» у вас будет все больше и больше, если вы хотите идти вверх. Может быть многие из вас скажут «я не хочу, я хочу быть инструктором по йоге, жить в этой нирване, и давать всем все. Тогда окей, наверно. Но тогда мы должны быть не на факультете международной экономики, а где-нибудь в лесу, и проводить тренинги другого типа. Поэтому, если вы ориентируете на бизнес-результаты, вам нужно научиться говорить «нет». Говорить это часто. Отвечая на вопрос... У нас есть еще... 12 минут? Слушай, да. Вы «нет» умеете говорить? «Учимся». «Учимся», да. Но вы понимаете идею, да, с этим? Да, именно. К сожалению, это звучит не очень приятно. Да, да. Потому что это против нашей... Некоторые люди рождаются, и воспитываются, и вырастают именно с желанием говорить «нет». Вот мне кажется, эти люди становятся успешными в бизнесе. Я не знаю насчет их личной жизни, я не знаю насчет их отношений с другими людьми, но бизнес-успех приходит к этим людям быстрее, чем к тем, которые хотят помогать, которые хотят вести добро и сеять доброе личное. К сожалению. Пытайтесь совмещать. Пытайтесь сделать так, чтобы это «нет» звучало не всегда как отказ, не всегда как негатив, а с каким-то объяснением. Например, как в случае с этой книжкой. Ко мне пришел друг и сказал «Расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне, расскажи мне». Я на него потратил там два часа времени рассказывая, и в какой-то момент я сказал «Слушай, а давай я не буду тебе больше рассказывать». И он сказал так, удивился там, я не хочу ему больше рассказывать. Я сказал «Я напишу тебе книгу, и смотри, как это будет хорошо, ведь ее уже прочитают другие люди, а тебя я впишу нам в благодарность». На первой стороне. И он сказал «Да, это здорово». Ну, как бы я совместил «нет» с «да». То есть я не отказал ему, и с другой стороны его не сильно обидел. Вот как-то старайтесь так делать. Но все равно я отказал. Я понял, что я потрачу на него сейчас две недели времени, и все, это будет один человек. И в итоге он не стал блогером, что интересно. Прошел год, и я ему спрашиваю «Ну как твой блог? Никак». А представьте себе, я ему помогал две недели. Вот это был бы облом. Я ему помогал, 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 и в итоге он ничего не вынес. А так осталась книга, в которой мне сейчас совершенно неизвестные люди пишут «Я прочитал твою книгу, и она мне очень помогла в моем блогере». Кто эти люди? Кому я помогал? Не знаю их имен. Ну, я знаю там, кто имейл присылает, какой-то там Франтишек из какой-то там больше, ничего кто знает. Я ему помогал. А этому своему другу, которому я бы очень хотел помочь, я бы очень хотел, чтобы он был счастлив, она ему не нужна оказалась. Он не блогер в итоге, он не стал блогером. А этот Франтишек, он стал блогером. Вот и все. То есть не помогайте индивидууму, а помогайте всему имену. Через информационные потоки, через информационное пространство. Оно открыто. Интернет открыт, интернет имеет место, чего не было раньше. Да. Занимаешься ли ты планированием времени, и что является основой для тебя в планировании? Ну, допустим, встречи, да? Какие ты отсеиваешь встречи? По каким причинам? Как ты формируешь свою графику? Ну, да. Короче вопрос. Планирую ли я время? Я не очень большой специалист в этом, и я думаю, что... Ну, я так интуитивно. Я не планирую время, к сожалению. Почему? Потому что чисто для меня, я не знаю как у вас, но, как я уже сказал, я получаю результаты, тогда, когда мне это удовольствие. Я получаю результаты, когда это хобби мое. То есть я же не планирую там, я не знаю, там, поцелури, например, с девушкой. Да, они как-то с вами скучаются, да? Да. А в бизнесе точно так же, я думаю, что нужно делать. Нужно, чтобы это было все по желанию и по наитию. То есть если мне хочется это делать, я это делаю. Если у меня сейчас вот есть желание, ну, наверное, этот митинг, конечно, я запланировал. Но если я после этого митинга, что я буду делать? Я открою компьютер, и я буду делать то, что мне сейчас приятнее всего. Как-то я так делаю. Я не знаю, многие люди, наоборот, говорят, что необходим план, жесткий график, по которому мы будем идти. То есть я буду знать точно, что в среду, с утра я буду заниматься вот этим, а после этого я буду заниматься вот этим. То есть убирают, на мой взгляд, вращают себя в рабов своего режима. И я думаю, чисто для меня это не подходит, не срабатывает. Потому что у меня быстро исчезает мотивация. Я быстро теряю интерес к этому процессу. Потому что я становлюсь наемным сотрудником, пускай не кого-то, но самого себя. То есть я чувствую, что я работаю по режиму. То есть я работаю с 9 до 5. Я не хочу работать с 9 до 5. Я не хочу ходить в офис и отчитываться начальству, что я делал. Я хочу, чтобы это было удовольствие. А тут вдруг какой-то режим, по которому я должен проснуться и в 9 утра начать работать. Я стараюсь, ну я на своей практике понял, что это не работает. Меня это демотивирует. Меня наоборот мотивирует свободное расписание. То есть я просто знаю свои цели, которыми я буду двигаться. Мне в принципе интересно достичь вот этого. В принципе интересно написать новую книгу. Я сейчас пишу еще одну книгу для программистов. Техническую. И мне в принципе интересно написать. Но я не знаю, когда я буду написать. Я не знаю, в какие интервалы времени я буду писать. Иногда я просто открываю компьютер в час ночи, и просто я пишу там до 3 утра. Вот так происходит. А потом я 2 дня ее не пишу. Ну вот, у меня такой рваный режим. И он мне больше, он мне более интересен, потому что он меня мотивирует. Я понимаю, что я свободен. Я делаю то, что мне нравится. Это мое хобби. Это не работа. Я не пишу, потому что это работа. А я пишу, потому что мне это в кайпе. Как спорт, как я бы пошел в парк, как я бы поцеловал ко мне. Ну вот так, да. Когда вы поняли, что успех на международных рынках, какие ограничения у вас установки были? Что ограничилось? Выехать, допустим, за границу? Или уже сразу работать на международные рынки? Были какие-то ограничивающие установки? Ну, сначала, да. Тормозило для меня что-то, чтобы сначала, чтобы попасть на международный рынок. Я думал, что тормозило. Сначала это были первые годы, те вещи. Это были какие-то 90-е, 2000-е годы. Тогда это было не так уж просто. Не просто не потому, что трудно было визу получить, это было не сложно, а просто было непонятно, что там дальше. Мы не знали, что такое за границей. Мы не знали, живут ли там вообще люди. Нам казалось, что это какая-то там территория очень большой опасности. В этом было трудно. Ограничивали только личные страхи вас там. А что сейчас может ограничивать вот этих людей? Работать на международных рынках? Даже живя в Украине. Я думаю, что, как я сказал, английский язык. Английский язык сильно тормозит. Это то, что я вижу. Я не знаю этих людей, не знаю тех, кто со мной разговаривает, и часто говорит, вот я бы хотел там работать в международной корпорации, которых здесь куча, даже в Невропетровске. Но, чтобы туда попасть, необходимо, ну, не входим в легкий английский язык, свободный. А у большинства людей его просто нет. Они понимают что-то, они могут что-то сказать, поговорим в кафе, когда они путешествуют в Амстердаме, но этого мало. Необходим легкий английский язык, который можно использовать просто в коммуникациях. Это, я думаю, главный тормоз. Я других не вижу на самом деле. Потому что мы, на мой взгляд, наши люди, которые я вижу на этой территории, они умнее, на мой взгляд, интеллектуально, чем американцы. Я об этом говорю не первый раз. Мне кажется, что наш человек, да, человек в этой территории, славянской, что ли, не знаю, славянской национальности, мне кажется, интеллектуально мы сильнее. Может в силу каких-то причин, в силу трудностей, которые нас окружают, может в силу более тяжелой жизни, но мы умнее, хитрее, мозг как бы живее, чем американец. Американец более такой, стандартный, он мыслит на более узком диапазоне, он меньше вариантов рассматривает, он живет вот так, более ограниченный. У него мозг, на мой взгляд, мышление более ограниченное. У нас мышление шире, поэтому нас нанимать должны с большим удовольствием. Если бы не английский язык, если бы не наш английский язык, когда это был наш национализм, наша национальная гордость, которая тоже, может быть, иногда мешает в журной корпорации. Поэтому пункт номер один, изучите английский язык. И дальше будет все легко. Но не учите его в группах, как я сказал, а учите его с носителями языка и с реальными источниками языка. Книги, фильмы, музыка, новости, фейсмон. Последний вопрос. Вы можете построить прогнозы, какая сфера международного рынка будет развиваться в ближайшие 5-10 лет? Как будет развиваться международного рынка? Какая сфера, где именно быть, да? Ну, конечно, айти. Конечно, айти. Если вы можете попасть в айти-вайти, то да, то вы в него должны в айти. Если есть такая возможность, входите в айти. Если в айти в айти, если у вас не получается в айти, то я думаю, что финанс, я думаю, что деньги, управление деньгами. Денег становятся потоки. Управление деньгами или будущее в финансовых рынках это всегда будет, оно все больше и больше востребовано. Сейчас еще такие крипты. Все, да? А что вы думаете по поводу туризма? Ну, теперь уже не на камеру, про туризм. Пошли на камеру. Что я думал про туризм? Ну, вот да, вы говорите о финансах, айти, аж, 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 аж. Туризм, я думаю, тоже это вырежет. Вполне. Я думаю, туризм имеет смысл. Я думаю, что это мы сейчас... Это мы должны быть на каком-то международном форуме финансов, чтобы увидеть о том, какая отрасль экономика, и черт кто знает какая. А нас всех хватит всех отраслений. А нас хватит отраслений. Какой бы возраст ни начали, везде будут успехи. Все, спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ